Здравствуйте! С вами интенсив курс. А вы знаете как правильно рассчитывать криволинейные движения? Нет? Тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Поехали! Сегодня говорим о криволинейном движении. И для того чтобы с ним хорошо разобраться, давайте рассмотрим вот такую интересную траекторию движения. Здесь видно, что движение у нас криволинейные. Но любое криволинейное движение мы всегда можем разбить на отдельные участки. А именно на дуги, которые будут являться частью окружности. И на прямолинейные участки. Для прямолинейных участков есть свои законы физики. А сейчас мы поговорим именно о криволинейных участках, которые являются частью окружности. Поэтому сейчас будем рассматривать именно движение по окружности. Для этого рассмотрим вот такую окружность. Допустим наше тело находится в точке А. А. Оно движется с какой-то скоростью ВА. Оно находится на расстоянии Р нулевое. Спустя некоторое время наше тело пройдет какой-то путь и окажется в точке В. С какой-то скоростью ВВ. Но для криволинейного движения нам здесь более интересно это угол, на который тело повернулось при своем движении. Этот угол называется угловое перемещение. Измеряется в радианах. Если не знаете что такое радианы, посмотрите наше видео. Там все есть. Как же можно определить вот это угловое перемещение? А для этого всего лишь нужно разделить длину нашей дуги на радиус. То есть вот эту длину на вот этот радиус. И тогда мы узнаем вот этот угол Фи. Но что более интересное еще это с какой скоростью как быстро может меняться наш угол. И для этого в физике вводится новые понятия. Как угловая скорость, которая обозначается греческой буквой Омега и измеряется в радианах в секунду. И она показывает как быстро тело поворачивается. Если здесь все понятно, тогда идем дальше. А теперь познакомимся еще с одними физическими величинами, без которого не обходится ни одно решение задачи на криволинейное движение. С такими как частота и период. Что же такое период? Период это время одного оборота. Частота это сколько оборотов мы можем сделать за одну секунду. И они между собой соотносятся вот такой формулой. Частота обратно периоду. А период обратен частоте. Как же можно еще определить частоту? Для этого всего лишь нам нужно знать количество оборотов и время за которое было сделано наше количество оборотов. Разделим количество оборотов на время и мы узнаем частоту. Так вот частота и период тесно между собой взаимосвязаны с угловой скоростью. Вот такой формулой. Омега равняется 2π на ν. Либо же, если нам известен период, мы можем 2π разделить на период. Что еще очень важно. У нашего тела есть скорость v. Так вот, вот эта скорость v, которая называется линейной скоростью, связана тоже с угловой скоростью. Вот такой формулой. Скорость равняется омега на r. Где v это линейная скорость, с которой движется наше тело. А r это радиус, на котором отдалено наше тело. И нетрудно заметить, что чем больше радиус, тем больше скорость. То есть чем дальше мы находимся от центра вращения, тем скорость будет нашего тела больше. Ну и осталась еще последняя физическая величина. Рассмотрим ее на рисунке. Смотрим на скорость. В точке А тело у нас движется вот так. В точке В тело движется вот так. Скорости v и vb равны по модулю. Но как мы видим, они имеют разные направления. А так как скорость является векторной величиной, то если направление ее изменилось, то должно присутствовать какое-то ускорение. И это ускорение носит название центростремительного ускорения. По названию, я думаю, понятно, оно направлено всегда к центру. Всегда. И его мы можем рассчитать по данной формуле. v квадрат разделить на r. Я думаю, здесь все понятно. Идем дальше. Ну и рассмотрим задачу. Частота обращения воздушного винта самолета 1500 оборотов в минуту. Сколько оборотов делает винт на пути 90 км при скорости полета 180 км в час? Здесь нам известны три физические величины. Частота, путь и скорость. Пишем дано. Частота, путь, скорость. Вопрос. Сколько оборотов делает винт? Нам нужно найти количество оборотов. С формул, который мы рассмотрели. Количество оборотов у нас присутствует в формуле частоте. n разделить на t. И в этой же формуле выражаем n. Это нам нужно частоту умножить на время. Частоту мы знаем, не знаем время. Но мы знаем, что 90 километров самолет летел со скоростью 180 км в час. Можем воспользоваться формулой равномерного движения. Движение. s разделить на t. v известно. s известно. Выражаем t. Чтобы найти время, нам нужно путь разделить на скорость. У нас все известно. Подставляем. 90 километров делим на 180 км в час. Мы получаем полчаса. Но у нас частота в оборотах минуту. Поэтому время нам нужно здесь перевести в минуту. А это есть 30 минут. Теперь у нас время известно. Частота известна. Подставляем. 1500 умножить на 30 минут. Получаем 45000 оборотов. Если было все понятно, обязательно поставь лайк и до свидания.